Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы всегда на канале Семена Чемодана. И мы сегодня в полном составе. Да, с вами я, Слава Иванова в полном составе. Ребята, сегодня отправляемся в Джимрук, курортный городок. Там есть что посмотреть. Это вообще горнолыжка, но снега пока нету, поэтому будем там гулять. Там есть водопады, реки, горные озера. Короче, 100% будет выпуск, ребята, заряженный. Ставьте лайки, пишите комментарии, поддерживайте выпуск репостов в свои социальные сети. Кто хочет нас конкретно поддержать, я вот здесь оставлю реквизиты. Спасибо всем огромное за то, что после каждого выпуска отправляете донаты. Погнали! Ну все, как говорится, поехали. Мы, кстати, сейчас заехали в город Арене. Маленький-маленький здесь возле церкви. Здесь рекомендуют посетить вот этот питьевой фонтанчик, потому что он самый-самый необычный вообще во всей Армении. Но вода здесь теплая, это минус. На нашем пути повстречался вот такой вот туалет с двумя кабинками и дырками в полу. Поэтому мимо пройти невозможно, точнее проехать. Нужно слить унитаз, вот, и заправить его по новой. И еще можно три дня жить спокойно. У нас здесь такой интересный мост через реку. По нему поедем, надеюсь, выдержит, да? Посмотрите, каким мы прекрасным видом сегодня завтракаем. Мы отъехали, купили молока, у нас молоко закончилось, поэтому там и не стали даже пытаться завтракать, чтобы кофе попить. Вон, детки уже кушают. Что за разноцветные у нас? Донатики, да, такие? Угу. Так, а мы готовим кофе. Вообще перестали доставать вот эту газовую плитку, потому что от ветра мы ее обычно сюда ставим. Я только понял, как это то же самое, что и здесь. Поэтому никакой смысл. И все, теперь полная защита от ветра, ничего не прожигает. Красота. А теперь можно ехать в Джимрук, сытые и довольные. По пути в Джимрук есть пару мест, которые тоже хочется ехать. Там есть водохранилище, есть еще одна церковь. Но церковь, я думаю, что мы посмотрим со стороны, потому что к ней ведет другая дорога, серпантины опять. Не совсем хочется. Поэтому либо издалека посмотрим, там есть деревни, либо долетим на дроне. Посмотрим. И потом у нас будет Джимрук, и еще перед этим нам нужно полностью наполнить баки. У нас есть еще 25 литров воды, поэтому лучше, конечно, наполнить где-нибудь в родничке. Здесь, вот в этом маленьком городке или деревушке, арене, можно отправиться на завод вина, подегустировать его. Мы за рулем дегустировать ничего не будем, и на завод не пойдем. Также можно купить персики, прям с полей продают. Тоже мы не купили, потому что кэша нету. И можно купить вроде как домашнее вино. Насколько домашнее, хрен его знает. Вот я сейчас вам покажу. Вот они, палатки. Вот, видите, персики продают. Что-то тут еще какая-то засолка. Вот, их, короче, здесь огромное количество. Я остановился, спросил, почем персики. 300 драм. Это, вот они вроде с полей, но дороже. Вот типа как в Крыму тоже. Вроде через забор растут, но все равно продают дороже. Потому что они везде по 200-250 сейчас. И они не принимают никакую валюту. Доллары не берут, рубли не берут. Только местную. Поэтому мы без персиков дорогих остаемся. Джимру, кстати, находится от основной трассы в 30 километрах. И вот мы прям начинаем сразу же, вот только срулились трассы, сразу же подниматься в горы. Нас ждет дальше серпантины. Вон, видите какие? И нужно забраться на самый верх, получается. Вот сюда. Вот тут деревушка Гнедваз. Где-то там внизу находится церковь, которую я говорил, куда мы хотели посмотреть. Но на дроне здесь летать не буду, потому что здесь какие-то военные базы. Причем висят флаги Армении, понятно. Соединенных Штатов. Висит флаг Канады. Ну и нахрен. Поднимешься вот так вот и влипоч на какую-нибудь историю. Поэтому проезжаем мимо. Напор, конечно, в дно. Пока сейчас наберем литров 35, наверное, нам надо. Полдня пройдет. Ну что же сделать? Лучше здесь, потому что мы всю дорогу уехали. Стоят таблички кран, но все пересушено. То есть там вода не течет. Какое высокогорное озеро. Проезжаем. Это, по-моему, водохранилище даже называется. И я вот думаю, может быть, здесь на ночь встать. У нас уже начался Джимрук. Вот прям чуть-чуть там осталось. Там километр буквально до самого курорта доехать. Но здесь такой пригород. Здесь вот это водохранилище. Мы заехали здесь. Затарились продуктами. Сейчас надо все переложить. И будем думать, либо едем на водохранилище, на ночевку. Либо поедем уже непосредственно в Джимрук. Сейчас будем думать. Решили мы все-таки ехать не на водохранилище назад, а все-таки вперед туда, прям в сам курорт Джимрук. Там есть река, на которой, я так понимаю, можно будет остановиться дикарьком. Но сейчас посмотрим. Единственное, что идут тучки. И останавливаться возле горной реки, конечно, не совсем хотелось бы. Но и возле водохранилища тоже стоять так себе история. Потому что уровень воды может подняться. Ладно, сейчас посмотрим. Вот катаемся вот по таким вот местам. Понимаете? Вот вообще непонятно, куда едем, зачем едем. Вот в поисках каких-то интересных мест для ночевок, где можно классненько встать с палаточкой, либо нахрен застрять. Опа! Опа! Ой, видали, как мы все тестируем? Да уж. Здесь, по крайней мере, точно трактор есть на короняк. Можно будет попросить помощь. Опа! Пара-пара-пам! Посмотрите, как мы клево встали. Здесь лесок, здесь беседка, здесь вот одна огромная армянская семья что-то отмечает. Интернет здесь есть. Я, видите, думал, что мы будем стоять прямо на реке, а здесь, получается, нет здесь огромный такой... Вниз обрыв. Сейчас покажу. И уже там внизу, в этом ущелье течет горная река. Вот она. Вон, видите? И вот там вот, мы завтра будем гулять, там мост, и с него прыгают вниз. Вот это невероятно. Класс. Но до реки здесь не спуститься. Мы пока не знаем, будем ли мы здесь ночевать, но в любом случае мы точно здесь пообедаем. Приготовим. Здесь даже есть стол. О, с такой этой широкой лавочкой, видите? Но у нас есть свой, поэтому, я думаю, можно и не париться. Первым делом дети, как всегда, достают лего-игрушки, начинают сразу играть. Первым делом не готовка обеда, а поиграть надо. Нет, ну так дети же не готовят. Поэтому мы сейчас будем готовить, а дети будут играть. Все четко. Пока мы едем, обычно не получается зарядить станцию до 100%, но сегодня почти получилось. было 98%. Поэтому мы сейчас приехали, она все равно еще от прикуривателя стоит. Заряжается дрон, заряжается компьютер, заряжается телефон. А мы тем делом, вот, пожалуйста, варим супец из фаншика. И будем кушать. Единственное, что мы переживаем, что нас пугнет дождь. Там вот громыхает. Кстати, сегодня ночью мы ночевали, тоже громыхало и даже поливал. Хотя по прогнозам дожди нет. Что случилось? Помочь тебе? Все, идем разбираться. Короче, по прогнозу сейчас вроде дождь. Должен быть. Два часа дня. Будет, не будет, хрен его знает. Конечно, очень бы не хотелось, потому что дорога так себе, и если отсюда выезжать, помните, я как бы так спускались. Во! Громыхнуло, кстати. Можно просто даже в горку там не забраться будет. Либо с разгона, но тогда хана будет. Порогами можно что-нибудь пробить. Все-таки дождик нас не обошел стороной, к сожалению. И начал поливать, поэтому я думаю, что мы уедем сейчас в город, потому что здесь интернет не самый лучший, грузится очень все долго. Вроде 4G, но из-за того, что мы в ущелье, сигнал поступает. Поэтому сейчас отъедем до города, возможно, там найдем где-нибудь парковку хорошую. Мы хотим сейчас поехать в город, и Носенка решила загуглить, что здесь по жилью, и вот сидит, возмущается, говорит, ни хрена себе. Самый дешевый номер в гостевом доме! Вот самый дешевый, ну сами понимаете, да, какой там будет? Уровень, уровень вот этой вот цены. 6 тысяч рублей. Сутки. 40 долларов. Просто жесть. Вот 40 баксов. Квартира выше такая 40 ночи. Там просто халупы. Это, конечно, да. Жесть. 40 баксов. Мы заботимся о всех людях, которые ездят на газу, на дизеле. Всегда показываем цены. И сегодня про электромобили. Посмотрите. Здесь есть станция, чтобы заряжать свой электрокар. По цене не скажу, не знаю, но, по крайней мере, станция есть, станция свободна. Сидим, ждем. Нашли мы здесь квартирку. Надеюсь, что получится заехать. Почему? Потому что нужно немножко постираться, немножко помыться, немножко отдохнуть, немножко перезагрузиться. Плюс здесь такая погода сегодня. Самый холодный день получается. И ночевую температуру упадет до 10 или даже до 9 градусов. Плюс тучки, дождь громыхает. А завтра уже погулять. Ну и в целом посмотреть, что здесь задают. Конечно, мы уже глянули. На наш бюджет 10 тысяч драм в сутки задают, конечно, сарайчики такие. Бабушкины ремонты и так далее. И тому подобное. Сотрел чуть повыше бюджет за 15 тысяч драм. Вот, короче, за 50 тысяч драм можно снимать хорошую квартиру. Но для нас это дороговато, конечно. Поэтому за 15 было... А, за десятку был единственный вариант нормальный. Но он занят. И вот сейчас нашли за 14 тысяч драм. Вроде должны сейчас нас туда заселить. Пока мы ждем. Мы купили домашнего вина. Сейчас на стенке будет запечатана. Будет пробовать. Бутылка новая, не разливают, как это бам. Две тысячи... Две тысячи... Бам тут неплохо. Драм стоит. Сейчас проверим. Добровый. Давай, вдруг умрешь. В прямом эфире. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Остановись. Ну что? Нормально? Ну, вроде да. Но терпковатый такой. Все, значит, будем пить. Мы заселились. Давайте вам сразу покажу, где мы проведем ближайшие сутки. Точнее, нет, меньше. До 12 надо будет съехать. Все, Мирошка. Да-да. В общем, дверь. Квартира, кстати, с хорошим, достаточно ремонтом. У нас сразу в прихожке стоит шкаф. Здесь ванная комната. Здесь еще комната. Здесь большая комната. Здесь сразу же кухня. Холодильник. Что-то тут затарили? Что-то? Ничего не затарили. Понятно? Так. Здесь, видите, сразу ком притащил. Здесь газовая плиточка. Как она? Как ее зовут-то, господи? Кран. И, смотрите, какой огромный паук тут сидит. Фу. Мерзость. Ну, ладно, на Шри-Ланке уже привыкли к такому. Стиральная машинка, что нам очень нужны. Чайник. Здесь еще одна комнатка. Комодик. Матрас. Ну-ка, испробуем, ребята. Слушайте, оно клево. Что сказать? Кстати, в комнате у нас стоит еще. Шкаф. Это сидит мирожка. Водонагреватель. Часы очень красивые. Это Настенка хотела в туалет сходить, а я ее спугнул. Сушилка. Ну, в общем, здесь все аккуратненько и хорошо. Горячая вода есть. Диван, стол, телевизор. Армянская ТВ плюс Раша ТВ и так далее. Это наша комната. И это еще комната. Ну, короче, это переделанный балкон. Но, в целом, прикольно. Здесь могут поселиться мальчишки. Вид на улицу. Непонятно, куда. Все максимально просто. А здесь с балкона видно, ой, с балкона с окошка видно, по крайней мере, нашу машинку. Машинка сегодня чуть без нас. Но ничего страшного. Микрорайон называется Левый берег. И здесь, вот смотрите, как люди сушат белишко. Прикольно, вообще. Если честно, я всю жизнь мечтал это сделать, когда увидел вообще, что так люди сушат белье. Вот так вот, трос, прикольно, трос висит. И мы сейчас так вот будем развешивать свое белье. То есть, представляете, стоит целый столб. И от этого столба распределены тросы на все квартиры. И так вот, вот столб, вот столб. И так вообще во всех дворах. Прикиньте, сейчас будем вешать. Как говорят местные, нет ничего клевее белья, которое высохло вот так вот на ветру. Я очень надеюсь, что наши вещи никуда не улетят. Под идеей этот простынь пришлось в несколько раз обернуть, потому что создает такую парусность, что вот так вот. Поэтому пришлось зацепить эти края. Ну, посмотрим, что из этого получится. Мечта, мечта идиота, как говорится, сбылась. Ребятки, эта квартира нам обошлась в сутки 14 тысяч драм. Что, ну, в бюджет мы не уложились, но, по крайней мере, ремонт хороший. Паук в подарок, поэтому великолепно. Будем отдыхать сегодня, постираемся. Завтра отправляемся гулять уже по курорту. Джемрук, почему-то все хочу его назвать Боржоми. Нет, Джемрук, не переключайтесь. Джемрук, 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 джемрук заговорился. Все, до завтра, мы сейчас увидимся. Смотрите, я в джемруке помолодел. Так, ребятки, сегодня будем не спеша гулять по этому замечательному городку, потому что мы решили еще продлить квартиру, чтобы не спеша, чтобы сейчас не собираться. Вот, и приехали на первую достопримечательность, да? Это церковь, не знаю, какой век, церковь святой Гайне. Здесь такая небольшая, возле нее площадь. Есть питьевые фонтанчики, качельки. Вовнутрь тоже можно зайти, мы заходить не будем. Здесь, кстати, еще какое-то здание, не знаю, что оно значит. И вот такой вот стоит камень, из которого прямо оттуда бьет водица. Да, кстати, сейчас 21 градус на улице, достаточно свежо. Вот здесь вот можно походить, погулять. Вчера, когда мы сюда приехали, здесь было очень много людей. Но вот сейчас то, что уже и будний день, то людей не так много. То есть мы, по сути, здесь вообще одни. Заехали на заправку, и, короче, я заправщику говорю, кто дрожжи, говорю, подсыпает. Он такой, сначала не понял, потом агрит. Да, говорит, жесть, 530 уже, представляете? Мы заезжали 15 дней назад, дизель был по 430 драм, сейчас 530. Прикиньте, чувствуете, какая разница на 100 драм за 15 дней? Просто охренеть. Робвей, канатная дорога. Отсюда открывается прекрасный вид, здесь стоит памятник. И хочу сказать, что здесь сейчас Джимрук находится весь на реставрации. Делают дороги, мы думали, поднимемся на канатной дороге. Канатная дорога закрыта, потому что тоже она находится на реставрации. Видимо, готовятся упорно к сезону. Здесь, вот я когда начал говорить, здесь горнолыжка, здесь есть трасса, да, по которым кататься. Вот она, схема 1340 метров, длина канатной дороги. Точнее, нет, смотрите, есть две трассы зимой, кто приедет сюда кататься. Есть красная трасса 1340 метров и есть черная трасса 1280 метров. Канатная дорога открытая, ну, кабинки, да, открытые. Поэтому зимой здесь, наверное, будет классно. Ну, а мы поедем дальше, сейчас хотим доехать до водопада Джимрук. Поехали с нами. Мы сейчас приехали на мост. Откуда прыгают с тарзанки, но сегодня не прыгают. Я еще такой думаю, блин, если завтра будут прыгать, то нужно спросить цену. Если, как говорится, по карману не ударит, то можно было бы сигануть. Я бы очень хотел, если честно, но сегодня их тут нету. Мост настолько клевый, точнее, не сам мост клевый, вид с моста открывается просто великолепный. Но это огромнейшее ущелье, сейчас вам буду показывать. Мы на мосту. Ребятки, смотрите, какая здесь открывается нереальнейшая красота. Вот там вот снизу, вон там вот, проходит тропа, тропа здоровья, река Арпа. И вот отсюда, да. Да, Мирос, и что? Ой, машины едут, да, сынок. Посмотрите, какие отвесные скалы. Туда можно к этой реке проехать на машине, подъехать, да. Есть дорога. И вот отсюда, с самого центра моста, сигают на тарзанки. Вот это да. Не знаю, сколько здесь метров, кто в курсе, напишите, пожалуйста. Ну охренеть, как страшно. Решиться на такой прыжок, это, конечно, еще то удовольствие, на самом деле. Ну здорово, что на машине можно прокатиться. И вид в другую сторону. Вон там, кстати, на горе стоит скульптура оленя, что ли. И он здесь везде на баннерах, что-то, видимо, означает. Джимруке. Родик, не надо, пожалуйста. Ой-ой-ой, какой вид. Да. Здесь хочется стоять и стоять. Кстати, вот в этом городке очень много заброшенных зданий. Не знаю, почему. Вот тоже вот похоже на гостиницу, на шикарную. Но она не функционирует, ее не строят, ничего. И таких зданий огромное количество. Начинается здесь такая тропа. Мы нашли... Короче, на эту тропу есть два входа. Тропа... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я прям слышу, как Артем... И я реально горло поворачиваю просто. Обалдеть. Короче, две есть, два спуска. С одной стороны, с другой. Мы выбрали этот. И самое, что интересно, посмотрите, какой он. Ты поднимаешь к инкопу. Ё-про-святе. Короче, лестница вниз и лестница еще наверх, представляете? Да. Нам идти по ней нет. И налево вдоль ущелья. Ну все, но вам не наверх. Мирошка, давай самостоятельно. Мироша, давай сам. Пойдешь? Боишься? Давай. Папа будет помогать тебе, свиночек. Вау. Я сюда походу и с мамой рядышком. Нет, ну виды, конечно. Вообще, да, прикольно как. Вот такие хлопашные. Класс. Ладно, будем спускаться, а то мало ли что, вдруг Мирошка захочет побежать. Все, Мирош, пошли. Кто чемпион? Мирошка чемпион, да? Мироша, ты чемпион, да? Молодец, спустился самый первый. Он темко идет. Да, представляем, мы сейчас такие спускаемся. Водопад сухой, его нету, но будет прикол. Хотя река полноводная, значит и водопад должен быть норм. Вот это вот, кстати, как раз, ну либо начало, либо конец тропы здоровья. Отсюда можно начинать, либо вот здесь уже будет финиш, если начнется с другой стороны. Кстати, посмотрите, здесь вот мост, на котором мы стояли, только вот с другой стороны. По сути, здесь можно вот сейчас прям так... А ты что, касса что ли? Касса на водопад? Да ладно, в натуре что ли? Вы слышите этот шум? Мы дошли. Я смотрю на этот водопад. Ну, он, наверное, каскадный считается. Красивый, большой. Смотрите. Вот у нас мост, река и Барамбаун. Класс. Мы здесь сделали такие клевые фоточки, ребятки. В нашем телеграм-канале сможете их заценить. Обязательно подпишитесь, ведь в нашем телеграм-канале настолько уютно, по-домашнему, клевенько, атмосферно, так что обязательно подписывайтесь. Эх, водопадик. Блин, красивый очень, конечно. Не мощный, но вот сама картина, что это такая, все зеленые скалы, вот эта белая вода такая, пенится как будто. Клево очень. Так, решил я подняться. Здесь, оказывается, с другой стороны есть это, ступеньки. На жопу сесть там и скатит. Шутка, конечно, но ладно. Ой, красота. Ну, вообще прикольно. Вот, можно прямо вот так вот, да? На середину этого водопада подойти. Класс. Была бы обувь подходящая, можно, конечно, повыше, но опасно. Если начать скатываться, будет не вау. Конечно. Ой, забрались. По воде лучше не ходите, можно подскользнуться. Надо ходить по сухим. Да, аквапарк природный, а? Ну, конечно, здесь прогуляться точно стоит. Мы решили пойти дальше, все-таки не возвращаться к машине, а пойти дальше по этой тропе здоровья. Здесь прям прикольно. Давай, Мироша. Оп. Молодец. Давай. Пошли, пошли. Оп. Осторожно, подожди. Папа. Стой. Пойдем. Пойдем. Артем тебе помог. Классно. И вот это мост этот. Блин, высокий, конечно, вообще. Вот сюда можно подъехать прямо на машине. Мы это место смотрели вот с этой высоты. А сейчас пойдем дальше вверх уже подниматься. Дальше продолжать путешествие по тропе. Да, Сэшн? Да, Настэшн. Да, скоро у нас обеденный сон, так что будет. Ну, успеем. И вот как раз дальше начинается самая красивая часть вот этой тропы. Просто смотрите, какая арка. Обалдеть. Вот это вот очень похожая порода камней на симфонию камней, там недалеко от Еревана. Мы позже поедем на эту локацию. Будем смотреть. Здесь прям вау. Ух, как тебе Мирошка? Здесь очень красиво. Да. Здесь вот стоят всякие столики, стульчики. Видимо, люди приходят, жарят шашлычки. Ой, клево. Вообще не знаю, почему так мало людей здесь. Вообще вот джим рук прям такой какой-то пустой. Апокалипсис здесь как будто случился. Если местные нас смотрят, напишите, пожалуйста, почему так. Так, да. Ух. А хотя вообще вот такая забота, что проложили вот эти бетоном, все залили. Что очень удобные лесенки. Классно вообще, конечно. Но вообще хорошо. Три, четыре, 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 пять. Да, супер-бой! Да, Мироша? Что тебе похлопать, Мироша? Вот это. Давай. Один. Один. А не три. Три. Один. 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 Двы. Двы. Молодец. Считай по-русски, считай с ног. Один. Про что я говорил, что весь курорт на реставрации. Здесь сейчас новый асфальт, новые тротуары ложат. Вообще красота, мне кажется, в следующем году здесь будет прям пух. Так что обязательно, ребятки, приезжайте. А в нашем авторском гайде по Армении, конечно, мы отметим все эти локации, где припарковываться, откуда что начинать, где ночевать, контакты жилья, которые мы проверили на себе. Короче, все-все будет в нашем авторском гайде по Армении. Помимо гайда по Армении, у нас еще есть куча всяких гайдов. Вы можете их посмотреть, пройдите по ссылочке в описании, приобрести, путешествовать. Наши гайды вообще конкретно упрощают путешествия и раскрывают путешествия. Ну а мы сейчас будем отправляться на источник сероводородный Джимрюк. Машина у нас далеко, идти до нее далеко, собственно, через все эти локации. Мы решили идти там не по улице, а вот прогуляться по парку. Здесь, в принципе, по парку если пойти, то тоже уперешься в эти источники. Посмотрим, что за парк. Здесь, вон, скульптура стоит. Человек и собака. Не знаю, что значит. Да, здесь вот можно самокаты, скейты с собой взять и покататься. Пусто, людей нету. Там красота. Как все-таки хорошо, что мы пошли здесь именно, потому что здесь, на самом деле, начинается классный парк. И в культуре установлено, и есть целое даже озеро. Я вижу, там катамараны, может, не можно их кататься, не знаю. Но выглядит это как будто бы не катается. Вот видите, озеро, он такое заброшено. Там заброшенная постройка. Везде вот эти камни нападали. И на них выбиты чьи-то лица. Правда, не знаю, чьи-то в личах нету. Но, дядька, видишь, какой усатый. Так, что там? Это настоящий походник, видите? Да, вон там высоко тоже, видите? Шикольное. Здесь можно покататься, вот видите, на катамаранах. Здесь, кстати, вот прям с гор текут ручьи в это озеро. Люди со стаканчиками пьют. Потому что ледяная, вот вкуснее воды точно нету. Ну, я имею в виду, вкуснее горной воды нету точно, 100%. Не найдете, никогда не купите ничего нам сюда. И вот мы, собственно, дошли до места, где можно... Пошли водичку наберем, где можно вот набрать воду. Здесь выдают стаканчики, либо со всеми бутылочками. Пойдемте пробовать. Вот такие здесь крантики. Вот их много-много-много. Можно набирать воду. Прежде нужно купить стаканчики. Если с собой нету, стаканчик стоит 50 драм. У нас была только тысяча. В итоге парни, армяне, заплатили за нас. Говорит, все нормально, типа, идите. Так, Настенка, пробуй. Сейчас пройдемся по всем крантикам. О, они вообще горячие, кстати. Здесь, по-моему, указаны температуры 30 градусов. Ну, так себе удовольствие. В жаркую погоду. Смотрите, дальше начинается источник 35 градусов. Еще горячее. Сколько я набиваю? А, 35 уже. Выливаем. На, пробуй 35. Здесь еще 35 градусов? Да. Первое, самое лайтовое. Дальше вообще, смотрите, 45 градусов. Так прям горячее. Ну, может, 500 мл. А, я уже, по-моему, напробовала. Ой, литр уже, да? Нет, я там... Ну, и самый мощный. 53 градуса. Сейчас попробуем. 53. Ваше здоровье. Чай можно заваривать. Вот такой вот, ребята, джем рук. Еще можно добраться до оленя, но я не понимаю, как. Интересно, конечно, этот курорт посмотреть именно зимний, когда здесь все работает и функционирует. Но, увы, мы здесь находимся летом. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не был, приезжайте обязательно. Здесь, кстати, вот есть парк 50-летия октября, но он тоже на реставрации. Меняют дорожки, ставят новые лавочки. Короче, в следующем году будет огонь. Кто хочет поддержать нас, вот реквизиты. Поддерживайте, огромное спасибо. Пишите комментарии. Увидимся с вами в новом выпуске. По Армении продолжаем путешествовать. Пока. Продолжение следует...